ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, всё отлично, уважаемые слушатели. Задача моего доклада сегодня очень простая. Потому что как человека, занимающихся мозгом человека и животных, как занимающихся механизмами, в том числе и принятия решения, и управляемым морфогенезом, который позволяет создавать то, чего ещё не было в природе. Я много очень слушаю и смотрю разные информации, которые приходят ко мне, в том числе и о компьютерном моделировании мозга, и о использовании нейробиологических приёмов для развития технологии. Поскольку у вас технологический физический институт, который занимается фундаментальной проблемой, я посчитал своим долгом рассказать, сравнивая так слегка с позиции биолога, о том, что на самом деле я лично думаю о так называемом искусственном интеллекте, нейросетях, искусственных синапсов и всём остальном. Почему? Потому что существует реальность, о которой я вам сегодня расскажу, а существует такая полужурналистские выдумки. Ну, аналоги были и есть в биологии. Ну, к примеру, клонирование, которое является просто враньём от начала до конца, никакой овечки доли никогда не было, как вы понимаете. Это очень легко проверить, потому что институт вместе с овечкой долей, долей со всеми архивами сожжён. Ну, понимаете, английский подход к архивным материалам, чтобы никаких следов не осталось. На самом деле там легко было проверить ещё в те времена, это 80 фунтов всего стоит такой анализ, когда просто берётся мать и дочка или там отец-сын и прочее, и делается генная дактилоскопия. Но вот почему-то, собрав 3 миллиарда фунтов, исследователи этой работы не сделали. Ну, и самого главного, конечно, вы не знаете, что этих замечательных людей, всех вместе из Англии, которые сделали овечку доли, привезли в Китай. Ну, вы знаете, китайцев не хватает, хронически их мало, и они решили их клонировать. Но создали им все условия, и через 5 лет с треском выгнали всю группу. Почему? Потому что они ничего не сделали. Это оказалось липой. То же самое стволовые клетки. Можно холодный термоядерный синтез. И что из таких глобальных панам последнего времени? Метхондриальная наследственность и генетическое расство по метахондриальной ДНК. Это вообще позор научный, потому что 25 лет, миллиарды долларов уходили на то, чтобы доказывать родственные связи между животными, людьми, расами, нациями на основании генетических исследований, исследований метахондриального ДНК. До тех пор, пока ловкие молекулярные биологи не вытащили метахондрии из одной клетки. И выяснилось, что внутри одной клетки может быть 10-15 вариантов генома. О чем это говорит? О том, что такими способами, связанные с метаболизмом, метахондрия – это метаболизм, можно доказать ближайшее родство любого кролика с морковкой. Легко. Поскольку, как вы понимаете, метахондриальный геном изменчив. И сейчас все эти работы закрылись, исчезли. Вот ровно к таким же историям и принадлежат попытки создания искусственной модели мозга. Это, так сказать, знаменитые события, которые на самом деле начались еще в XIX веке. Но я не буду вам пудрить мозги, у вас профессуры есть, они, я думаю, все это рассказывают вам. Когда попытались моделировать нейроны, то есть искусственные нейроны пытались создавать. Ну, понятно, я здесь проходил у вас, у вас здесь просто антиквариат какой-то. По времена Камилы Гальвани электрический ток из лимона бы тоже пошел на ура. Но мы продвинулись как-то немного. Хотелось бы услышать что-то еще. Так вот, проблема заключается в том, что еще в начале XX века в общем-то были придуманы первые, появились первые идеи моделирования нейронов. А в чем дело? У нейронов очень простая функция. Он собирает сигналы из внешнего мира, их интегрирует и выдает, значит, результирующий сигнал. Этот сигнал там происходит за счет перезарядки мембраны, и заряд распространяется со скоростью там от 30 до 100 метров в секунду. И приходит там в синапсы, которые, значит, он передает на другие клетки. После этого он некоторое время не может ничего генерировать. Это называется рефракторным периодом. Вот, в общем-то, такое простое дело, как активность нейронов, и было положено в модель емкостную. Это был первый успех. И тогда решили, что математически сейчас они емкостную модель с рефракторным периодом ведут, и сразу уже смоделируют мозги. И в 30-е годы уже все, и биоэлектрическая активность мозга говорили, все, осталось еще два шага, мы поймем, как работает человеческий мозг. Представляете, да? То есть они смогли только 40 милливольт там отвезти, но уже фантазий было полно. И, в общем-то, эта модель просуществовала долго, но кончилась ничем. Только в середине Второй мировой войны была построена вот эта знаменитая модель, которой написано «Маккалака пицца», которая рассматривала нейрон как все или ничего. То есть в чем дело? Брали биологический объект, выделяли у него одну единственную функцию, что является уже идиотизмом, и пытались на ее основании построить сложные модели взаимодействия между многими нейронами. Я вам сейчас объясню, почему это бессмысленно по определению. Ну и дальше самая знаменитая кинетическая модель Ходжкина-Хаксли, она интересна тем, что они попытались учесть все известные к 60-м годам свойства нейронов и воткнуть их в математическую модель для того, чтобы моделировать работу нейронов. Но тут же выяснилось через несколько лет, что она вообще ни для чего не пригодна. Переменных так много, что результат непредсказуем. То есть, ну, это как, как вы знаете, бозон Хиггса. Какая вероятность его существования? 50%. Подкинул монетку. Может, есть, а может, нет. Очень высокая вероятность. Просто мой приятель считает то, что приходил эскалайдер. Ну вот. Так что здесь то же самое. Упростили ее до предела. И в 62-м году была сделана более-менее приемлемая модель, которая позволяет, собственно говоря, моделировать. Вот в рамках этих моделей все и танцуется. Ничего больше не сдвинулось с 60-х годов. И вот, посмотрите, это всем вам известные шуточки, начиная с... ...что... ...вкусный интеллект. В 17-м обещались уже точно. Значит, вот 18-й прошел, 19-й. Обалденные успехи. Финансирование просто увеличивается, увеличивается, 7-мильными шагами. И дело дошло того, что вот там внизу вот этот кусочек о том, что, пожалуйста, ваш мозг, как в кино американском, могут скопировать. На это нужно еще 4 года и 50 миллиардов евро. А так все хорошо. Сами понимаете, что это чистая Панама. Никаких таких вещей нет, не было. И в обозрим будущем не будет. Но, тем не менее, деньги выделяются. Выделяются, хотя есть и трезвые люди, которые говорят о том, что при ближайшем рассматривании модели искусственного интеллекта, связанные даже с познаванием образов, не работают. Или работают из рук вон плохо. То есть, да, запустив такую штуку, у нас в метро поймали 700 разыскиваемых преступников. Но по каким признакам-то? Грубейшим. То есть, те, кто чуть-чуть поумней, уже такими системами не идентифицируются. Об этом надо ясно и четко понимать. Значит, таким образом, проблемы моделирования мозга очень простые. Во-первых, невозможно ничего сделать, не создать неотличимой от реальности системы. Этого не существует, создать нельзя в принципе. Сейчас объясню, почему. Значит, слежка и бесконтрольный надзор не получается. Способов ухода от нее огромное количество. Эффективность очень низкая. И несмотря на миллиардные вложения, плохо получается, очень плохо. Это дальше. Дальше имитация безопасности, которой многие вас, вы занимаетесь. Это на самом деле ничего практически не дает. То есть, в реальной безопасности отношения не имеют пример. Стрелок три дня назад. Технологии слежения тотального в том числе и анализа интернет-ресурсов ничего не дали. Такие стрелки появляются в среднем по десятку в месяц. И у нас их где-то по полтора десятка на Западе. Решается эта проблема? Да, решается. Но не такими способами, как считается сейчас. Ну и дальше самое главное – это программирование, работа с компьютерными системами повышенной сложности, с базами данных, создает иллюзию знаний, которых на самом деле нет. Специальное тестирование, которое мы проводили, показывает, что из программистов на 300-400 человек два-три вообще понимают, что делают. Вот, к сожалению, такие печальные картины. Теперь относительно крупных международных проектов. Blue Brain Project, знаменитый, европейский. Они вот как раз сейчас и хотят заниматься распознаванием и копированием человеческого мозга. Это крайне затруднительно. Я здесь специально привожу прогнозы на 2016 год, то есть то, что было 6 лет назад, и на 2017 год. Которые полностью провалились, несмотря на гигантские взложения и колоссальные приложения человеческих ресурсов. То есть формирование, иначе говоря, целостной информационно связанной среды не получилось, не вышло. Ну и падение, рост производства на сегодняшний день 2-4%, сами понимаете. Компьютеры на самом деле остановились. И наращивая их просто объемно, увеличивая их мощность, ничего добиться невозможно. Я работал со многими такими системами, к сожалению, они довольно бесполезны. Это такая печальная картина на сегодняшний день. То есть неприятная остановка технического прогресса, убогость программистских подходов, которые ничего не решают, а являются, по сути дела, аналогом «Железного Феликса». Такая вот счетная машинка механическая. И на самом деле в их основании лежат все те же самые принципы, которые лежали в классификаторе, еще в классификаторах в начале 20 века и до Второй мировой войны. Что же с другой стороны? С другой стороны очень маленькая штучка – наш мозг. Не думайте, что ваша голова вся заполнена мозгами. Нет, это самообман. Мозг намного меньше. В среднем 17 сантиметров в длину. И вот здесь как раз представлена относительно молодая девица пониженной социальной ответственности до 35 лет. И приведены массы тех самых мозгов, которые у нас есть. Ну, есть обыватели от 670 грамм до 2400. Имеется в виду обыватели, например, австралийские аборигены. У них маленькие мозги, до килограмма в основном. Но есть и с большими тоже люди, ничем не отличающиеся. Значит, патологически мозги до 2 килограмм 800 грамм с самым большим количеством по росту извилинений был найден у идиота. А 240 грамм – это, обращаю внимание, что это чуть меньше, чем у шимпанзе. Это должно навевать на некоторые мысли, потому что эти люди, некоторые с таким мозгом, 240, 300, 350 грамм могут что? Говорить небольшие фразы, выполнять социально важные функции, курить, например, и даже рассказывать анекдоты. То есть дело не только в массе. Ну и, наконец-то, гений. От 1017 до 2230 грамм. Наверху – это Кромвель, Тургенев и прочее. А внизу – это Анатоль Франц, Конни Гамбетта. То есть известные достаточно люди, которые, тем не менее, имели небольшой мозг. Таким образом ставится крест на всех этих рассуждений псевдоантропологов, популяризаторов науки, которые говорят, что связь есть. Связи нет. В чем дело, это можно пояснить. Что же там внутри? Почему эту штуку очень трудно повторить? Внутри там находятся вот такие так вот упакованные клетки. То есть это разрез вдоль мозга, с левой стороны, здесь по поверхности кора, внутри подкорковые ядра и вот нейроны, которые лежат в коре. Они разные. Значит, в чем дело? Дело в том, что… А эта штучка не работает. Дело в том, что они по-разному упакованы, как видно, даже неопытному человеку. Вот эта разница в упаковке – это специализация того или иного поля. Ну, самые простые вы знаете, вот речевые. Здесь есть слуховые, память на затылке зрения. А здесь, в середине, вокруг центральной борозды, сосредоточены центры движения, то есть физкультурники. Мозг вот так устроен. То есть в нем находится, на самом деле, 150 миллиардов нейронов. Это довольно много, поскольку сложность функций их крайне высока. И никакими отдельными синапсами искусственными промоделировать это нельзя. Сейчас объясню, почему. Потому что мозг думает не как вычислительная машина. И в этом большая трагедия. Вот слегка увеличенные нейроны коры. Как раз эта поверхность мозга с бороздами извилинами покрыта. Такими шестислоидным неокортексом он примерно 3,5-4 миллиметра. Вот так крупные нейроны. Это как раз моторные или сложные ассоциативные. Ну, помельче здесь выделяется 6 слоев, которые выполняют совершенно четкие, конкретные функции в каждом поле, отвечающем, ну, например, за зрение. В одни слои входят волокна, через другие выходят. Здесь колончатая структура, которая обрабатывает этот сигнал. То есть, иначе говоря, это колоссальное количество специализированных по полям, по фрагментам мозга, отделов, которые на поверхности раскрашены были, как вот на этой картинке, в цвет, а в реальности они, конечно, мозг серо-беленький и никакой какими выдающимися особенностями, кажется, не обладает. То есть, для того, чтобы понять, какие границы у нас полей, надо смотреть вот такую цвет архитектонику. То есть, сделать 6,5 тысяч срезов через мозг человека, потом их наклеить на стекла, покрасить. И через два года такого труда можно переходить к исследованию. Так были исследованы мозги, в том числе и разных великих людей. Я имею в виду и Ленина, и Маяковского, и Сука, Спиндиарова, Рейснер и прочих. И на основании как раз известного анамнеза удалось установить, как размер полей связан с конкретными функциями. Это оказалось связаны между собой вещи. И гений у нас может иметь маленький мозг, и большой. Но его гениальность определяется комбинацией полей, которые, например, отвечают за музыкальную одаренность. И если все там 27 полей большие, больше, чем у обычного человека, то тогда перед нами гений. А если хоть одно будет поменьше, будет уже не гений, а только музыкальный критик. Так вот, разница, вы скажете, а какие же разницы между этими полями? А разницы по полям, а под полям могут составлять 40 крат. Ну, вы легко можете представить себе борьбу на ковре, когда один человек высотой 2 метра, а другой 80. Ну, понятно, что победа будет за 2 метров. Если тот, который 80 метров, его заметит. Вообще. То есть, иначе говоря, разница между мозгами отдельных людей составляет не проценты, а десятки крат, что, собственно говоря, и ставит, загоняет, скажем так, ниже плинтуса все эти разговоры о всеобщем интеллектуальном равенстве и братстве. Значит, в чем дело? Дело в том, что кроме вот этой сложности и огромной изменчивости существуют и разные метаболические штучки, которые не позволяют нашему мозгу, например, постоянно интенсивно работать. У нас есть ограничения. К сожалению, сколько бы стрихнин не клевали опытные математики, результат может оказаться очень печальным. Почему? Потому что здесь нарисована картинка, в которой синенькие. Это нейроны. Изоляторы, поскольку у нас электрический сигнал, электрохимический, это глиальные клетки, олигоды, андроглия и швановские. Но у нас существуют проблемы с мозгами. Дело в том, что у нас мозг-то для вас инородное тело. Если ваша иммунная система добирается до вашего мозга, можно включать счетчик, потому что при массовом пробое гематоэнцефалического барьера человек умирает через 6 часов. А в чем дело? Дело в том, что это и есть внутренний триггер, ограничитель метаболизма мозга. Для того, чтобы нейрон, а нейроны, обращаю ваше внимание, самые большие клетки в нашем организме, наиболее крупные из них лежат, например, вот в такой коре, вот эти пирамидные клетки, а их отросток напрямую тянется в ваш спинной мозг, там может быть метр двадцать. Если его собрать, так все вместе, такой приличный кубик. То есть это крупные клетки. А крупные клетки, как вы понимаете, надо кормить. Именно поэтому мозг потребляет так много энергии. Но кормление напрямую невозможно, поскольку он забарьерный орган. То есть иммунная система от иммунной системы надо защищать. И весь ваш организм построен так, чтобы с вашей нервной системой ваша иммунная система не контактировала. И до последней мышцы, управляющей все нервы и синаптические окоринчания на мышцах покрыты специальной оболочкой. Здесь она нарисована в виде зелененьких клеток глиальных, которые перетаскивают еду и кислород из сосудов к нейронам, а продукты дефекации обратно. Как вы понимаете, скорость такого метаболизма крайне ограничена. То есть бесконечно увеличивать его никакими способами нельзя. Поэтому все, что вы читаете про какие-то особые способы стимуляции мозга это все вранье и просто надувательство, чтобы изъять у вас лишние деньги. На самом деле увеличить можно метаболизм? Да, можно. Каким образом? Дело в том, что сосудов вокруг нейронов обычно немножко больше, чем используется. Но об этом чуть-чуть пойдет речь дальше. Самое главное для того, чтобы нейроны с таким сверхсложным метаболизмом, защищенные от иммунной системы, у которых нету прямых контактов. То есть у них синаптический контакт, а не информационно-электрический. То есть электричества там почти нет. Электричество это нужно для того, чтобы передать сигнал. А на выхлопе, сейчас еще об этом пойдет речь дальше, на самом синапсе, там комбинация довольно случайная, это отдельный разговор, из 24 основных медиаторов, которые каждая является информационным. И вот этот выпрасывает с таких пузырьков с информационными метаболитами выбрасывается несколько сот при каждом сигнале, а сигнал 200 может проходить в секунду. Сами понимаете, попробуйте закодировать такую штучку. Так вот, тем не менее, попытки, как только увидели синапсы, сложилась первая базовая модель так называемая, вектор весов синапсов. То есть, когда поняли, что синапсы разные бывают, они могут один проходить вот здесь, а другой здесь, на одной мембральной одного нейрона. Один может быть тормозный, другой активирующий. Это вообще все модели нейросетей отбрасывают начисто, потому что тогда они просто рассыпятся, бессмыслица получается. Поэтому начали придумывать всякие способы, как эти синапсы разделить функционально. То есть, по результатам. До этого, я думаю, вам рассказывают, вы знаете. И дальше начинают упрощать вот эту сложнейшую систему, начинают упрощать. Ну и дальше все получается, как вам хорошо известно, я думаю, вы сами экспериментально или программно пользуетесь этим. Это алгоритм обратного распространения ошибки. Пожалуйста. Обучается веса между входными и скрытым слоем, и весьма между скрытыми и выходным слоем. То есть, это то самое, чего обычно сейчас используется в так называемых нейросетях. Нелепость это даже не математика, это не пойми что. То есть, на самом деле, еще происходит параллельно. Нейрон, чтобы передать сигнал, еще и специальный канал открывает вдоль по мембране, вот здесь, огромное количество каналов, ионных, зависимых. И сигнал пробегает по нейрону благодаря открытию и закрытию этих каналов. Ребята, то есть, модели вот такие, которые построены на потенциалов, они не работали, работать не будут, потому что это частный случай физиологии нейронов. Ну и поэтому, сами понимаете, я думаю, вам это тысячу раз показывали, а вот здесь ничего нового нет. То есть, это моделька, модельки, на самом деле, абсолютно непригодные, кроме того, как вот там, я не знаю, ракету по поверхности Земли запускать. Но она и так отлично полетит, если вы профиль сняли. Поэтому, это скорее попытки использовать как в дерево принятие решений кладистический анализ, известный с 50-х годов, настолько же и бесполезный. То есть, вы все время должны вводить ограничения, дихотомию оставляете, разделение на три из одной точки нельзя, и прочие-прочие обратные ограничения, которые не позволяют вам, по сути дела, и приблизиться даже к синаптическим передачам. Поэтому, я на этом останавливаться особенно не буду, вам это все известно, и это бесконечно шмурыгается во всех более-менее научно-популярных изданиях. На самом деле, знаете, как в старых черно-белых фильмах, а в это время, что же у нас находится внутри? А внутри находятся вот такие синапсы. Это на хорошем увеличении, в сто тысяч раз видно. Мозг не пустой, как рисуют пьяные художники. Это к нейрону, висит там нейрон, вот там сигнал побежал. Вот этот бред сивой кобылы, забудьте, нет ничего такого. Вот плотность упаковки нервной ткани. Это размерности в десятке ангстрем. Мозг сверхплотная система, которая заполнена системой связей. И этих связей у каждого нейрона от ста тысяч до миллиона. Поэтому эти сказочные модели, в которых мы предполагаем десять тысяч связей у нейрона. Ха-ха. Ничего вы не получите с такими моделями. И это не главное. А главное вот эти вот самые синаптические пузырьки, которые в контактах, когда нейрон контактирует один с другим, выходят и передают сигнал. То есть в чем фокус? Почему электрические модели, о которых мы с вами говорили, вот эти антикварные, не работают и работать не будут? Почему? Потому что сигнал передается от тела нейрона, от аксонного бугорка по телу нейрона к синапсу, если как бы увеличен, с помощью электрического, да, действительно, перезарядка мембраны. 40 милливольт побежало. Но информационная эта часть, она химическая и передается вот таким набором вот наверху медиаторов, которые сочетаются внутри каждого пузырька. то есть информационная составляющая, когда вы моделируете нейросеть, у вас вообще отсутствует. Вы ее подавляете методом исключения, ну дискриминацию, вот и ту или иную, вот все. То есть ничего от железного феликса пока не отошло, несмотря на скорость, объемы, интегративные возможности, программные обеспечения, пока все еще так же. Примеров попыток создать самую простую сеть, ну здесь такие круглые черви, нематоды, там 140 нейронов. Вот на моей памяти уже было около 20 попыток создать, даже фирмы по производству тазиков жертвовали огромные деньги и создавали в пространстве, примерно в таком помещении, полную модель со всеми отростками нейронов и этого самой нервной системы малюсенького круглого червя. Для того, чтобы физически построить, а потом пытаться математически промоделировать. Ну, как вы понимаете, ВОЗ и ныне там. Хотя, это я наблюдаю уже 35 лет. Поэтому попытки сказать мне, ну мы можем запрограммировать, ничего не спрограммировать. Сейчас объясню, почему. Потому что мозг работает не по электрохимическому принципу, о котором я вам говорил, и решения мы не принимаем, не по электрохимическому принципу, а на морфогенетической основе. что это значит? О том, что наша мысль на самом деле абсолютно физически и материальна. Если вам что-то доходит, вы сидите, сидите, работаете, надо было сообразить, какой же я бестолковый. Давно. В чем дело? Дело в том, что всю жизнь 150 миллиардов нейронов формирует и разрывает связи. И этих связей, еще раз напомню, от 100 тысяч до миллиона. Вот здесь, на этой картинке, я специально привожу, антителами помечено только несколько типов синапсов, которые есть на поверхности нейрона. На самом деле, их примерно в 10 раз больше. Вот такое количество. Каждый синапс информационный. Но самое ужасное не в том, что он информационный, то, что мы не знаем, какие медиаторы там сидят в каждом пузырьке, а проблема заключается в том, что эти синапсы всю жизнь образуются, разрушаются. Каждый день у 150 миллиардов нейронов от 3 до 5 синапсов разрушается и от 3 до 5 синапсов образуется. Посчитайте. Легко понять, что ваша свежая мысль это продукт морфогенеза. Почему? Потому что они формируют связи, нейроны-то имеют не такие вот отростки. Один сидит здесь, а связь заканчивается здесь. Один сидит здесь, связь заканчивается здесь. Между теми областями мозга, которые в том числе и хранят информацию и закономерности некоторые, для того, чтобы воспользоваться и выстроить новую систему взаимодействия между собой. И когда вы говорите, а, зарение, мне дошло, какой же я был балбес. Это как раз, когда такие связи установятся. Поэтому надо долго думать, почему поверхностные верстопрахи, таких у вас на каждом курсе полно. Не могут ничего решить. Легко схватывают, легко схватили, легко понесли. Ну, до пятерки на экзамене. Но сами ничего из себя не представляют. Так называемый поверхностный. Ум легкий, которому не требуется таких взаимодействий. Он просто схватил, запомнил и потом продал, удачно слегка перелицевав. Таких, полно. А вот так, чтобы что-то придумать новое, нужно время. Почему? Потому что скорость образования вот этих самых синапсов, особенно целенаправленных, невысока и дорого стоит. Я вам специально говорил про метаболизм мозга. О том, что на это нужно время. Из чего вы будете строить эти синапсы? Нужны белки, липиды. Мембрана-то из чего состоит? Не будете ничего есть, но и будете думать как кролик. Надо, чтобы в мозг попадало самое главное. Белки, липиды и, самое главное, электролиты в большом количестве. Поэтому наше мышление человеческое, животных, долговременная память носит морфогенетический, а не электрохимический характер. Отсюда все эти провалы бесконечных попыток моделирования мозга. Ничего не получается и не получится по одной простой причине, потому что не учитывается фундаментальный принцип образования новых связей между целыми блоками и системами, которые существуют в мозге. Я знаю малолетние программисты, особенно там второй, третий курс, они обычно начинают отклячивать нижнюю губу и говорят, ну мы это запрограммируем. Как вы это запрограммируете? Вы что, Господь Бог, чтобы предусмотреть все варианты морфогенеза? Нет, конечно. В этом весь смысл биологической эволюции, она адаптивна, и она позволяет приспособиться к тем условиям, которых не было до этого, и никакой Бог это запрограммировать не может. Потому что в этом принцип выживания организмов сложной нервной системы. Что они могут адаптироваться, перестраивая свой мозг физический так, что приспособление дает возможность воспроизводить себе подобных. Да, конечно. Я хотел бы на одном из правил нашего семинара мы слушаем в начале докладчика задаем вопрос только в том случае, если нить, дальше уже не понимаешь, а вот такие уточняющие вопросы лучше потом, не называть так. Есть еще одна тема, которую тоже все паразитируют. Удачный, в крайнем случае, продавать в обмен на грантовые деньги это удается. Это так называемые перцептороны, которые возникли 50 лет назад и их продают направо и налево. Они не работают абсолютно, но тем не менее это попытка примитивной подгонки моделирования работы нейронов. Еще раз говорю по электрическому принципу, что теперь, как вы понимаете, смешно слушать. Но тем не менее многослойные такие системы идут путем усложнения. Они не решают проблему. Они просто инвариантность повышают. То есть в результате все равно надо закладывать априорные системы вовнутрь конструкции. Все равно надо, когда говорят, самообучающая система, какая-то самообучающая система, какая-то программист подгоняет алгоритм под результат. Чуть-чуть изкачнулся в входные условия, все заканчивается. как пшик. То есть решение конкретных промышленных технических задач прекрасно, но поиски механизмов действительно создания того нового, что происходит хотя бы в мозге, пиявки не получается. Поэтому сравним проблему моделирования мозга. с одной стороны, у нас изменяемая адаптивная память, временная заменяемая фальсифицируемая. Кто долго не был дома, потом приезжает и думает, ну какая гадость. А в голове это было как хорошо. И дома большие, и еда вкусная, и девушки симпатичные. Приехала там кошмар, катастрофа. То же самое, когда девушка дожидается парней из армии, ушел такой хороший, вернулась такая дрянь. В чем дело-то? Дело в том, что вот этот распад и формирование синапсов идет всю жизнь. И вы целенаправленно перестраиваете свой мозг для того, чтобы обмануть себя. Давно съеденная вкусная еда или выпитая рюмка коньяка особо вкусного и дорогого вам кажется чудесной. На самом деле это далеко не так. Потому что ваш мозг перестраивает синаптические связи. Непрерывно таким образом моделируя память. То есть память у вас зависит от вашего личного метаболизма и ваших пристрастий. В компьютере это и есть? Нет. Записали на флешечку или там еще на что? Флешечки не открываются иногда. Ну вот в общем записали, сделали 10 копий, смотришь и проживет. То есть там изменений никаких нет. Адаптивность нашей памяти это ключ к нашему выживанию. У компьютера таких фокусов нет. Как был, так и есть. В этом отношении он поточнее, получше. Полезные вещи в общем-то. Дальше. Морфогенетический интеллект. Запоминание, мышление, анализ как биологический процесс непрерывного роста. То есть у нас отростки образуются и разрушаются. А если вы еще горькую некачественную пьете, то и нейрон может погибнуть от нехватки кровоснабжения. Тут вообще выпадение. Тоже неплохо, потому что у некоторых мозгов слишком много. И они мешают. Особенно в тех областях, которые отвечают за еду, размножение и доминантность. Там можно и поубавить, хотя там сосудистая система и самая надежная. У нас псевдоинтеллектуальная комбинаторика, ничего вы не сделаете. Какой алгоритм зацунули, такой будет. Новый не возникнет. Наш мозг благодаря морфогенетической активности позволяет делать что? Создавать новые сложные алгоритмы, о чем мечтают все программисты. Давайте придумаем машину, чтобы она создавала. Не будет такой машины. Почему? Потому что у нее должна быть цель. И поэтому у нас по сути дела в мозге заложено динамическое адаптивное изменение, конструкция за счет разрыва и образования новых связей. А здесь ничего вы не сделаете. Вы это можете только имитировать, но все равно вам надо все заложить в конструкцию. Вы не можете это сделать так, чтобы она сама... А шведы в 70-е, 80-е годы сделали такой процессор, который перепаивался в процессе работы. Был такой фокус. Но это в общем старая мечта. Взять 150 миллиардов процессоров, посадить туда китайцев, когда их станет много клонированных. Вот они пусть перепаивают. то тогда будет модель компьютера электрическая, мозга электрическая, а не электрохимическая. Потому что понятно, что сигналы в этом случае электрохимического содержания иметь не будут. Значит, принципиальный момент. Я думаю, что все знают, как находить компьютеры по энергопотреблению. Это жуткая дрянь, потребляющая как электростанции. Я видел мощные компьютеры, одни из самых мощных в стране. Но это ужас. Мозг у нас решает те же задачи. 1300 грамм, и при этом энергопотребление мизерное. 10 ватт, обращаю ваше внимание. Это на все творчество. 10 ватт. Вообще ни о чем. То есть, что? 100 ватт, но это вы загнули. Это, наверное, у гений. Я не видел, чтобы так кипели. А насчет килокалорий это, вы знаете, отдельная песня. 400 килокалорий это, вы знаете, очень сложно. Потому что, вы знаете, как в свое время Герберт изучал килокалории, так я скажу на всякий случай, степень маразма, чтобы была понятна. Ему задали в Германии 30-х годов задачу определить, сколько надо потреблять солдатам. Ну, вермахт еще формировался. И он долго мыкался, потому что он был известный физиолог немецкий, а потом придумал сжигать в чистом кислороде 100 грамм любой еды и смотреть, сколько выделится тепла. Вот поэтому с калориями здесь, знаете, как это так? У нас, потому что основной энергетический источник поддержания температуры мозга это тремор мускулатуры. Вы знаете, что у некоторых паркинсоников начинается вот такая штука. Это просто торможение дофаминовое прекращается. и начинается тремор. А так у нас мышцы в этом темпе все время и трясутся. Благодаря им у нас температура тела стабильная поддерживается. Для чего? Мозг может работать только при гиперстабилизированной температуре, поэтому у нас туда сонные артерии идут, и там самая стабильная ситуация. Поэтому с килокалориями реальных около десяточки всего. И то, это у тех, кто думает. Большинство же не думает, сейчас до этого дойдем. Вообще ни о чем. в рамках биологических задач. Таким образом регулируем потребление, которое в общем ставит, сводит на ноль эти компьютерные системы. Ну и дальше здесь электрическая передача, электрохимического кодирования сигнала. Сверхсложная система. Нейроны могут передавать по своим разветвленным отросткам аксонов, уже выпуская сигнал, на 100-150 синапсов. Причем они разонаправлены. Секунду до 200. То есть вот смотрите, что получается. Ну и дальше здесь понятно, что линейные решения, значит, все попытки их разветвить кончаются кладизмом в чистом виде или чем-то им подобен. А здесь идут параллельные процессы. То есть мышление параллельно. Не как у Бехтеревой, который утверждал, что она может думать только одну мысль. Хотя может так и было. То есть о чем идет речь? О том, что нейроны, вот эти самые материальные нейроны человеческого головного мозга. Вот они так выглядят, окрашенные серебром. Один из тысячи окрашивается. И глиальные клетки, которых обслуживают и сохраняют гематоэнцефалический барьер. Ну и дальше. Вот эти принципы нейрональные, они одинаковые и в червяка, и у таракана, и у хорька, и у человека. Все равно нейроны работают по общим принципам. И, кстати говоря, поскольку мозг забарьерный орган, то есть инородное тело для вашего же организма, если он доберется и его уничтожат, их можно очень легко соединять, то есть состроить химер. Можно? Да, можно. Это было уже 30 лет назад, но самое главное для нас с вами это то, что нейроны не воспроизводятся. То есть найти похожий нейрон можно только у насекомых, и причем у высших, у которых там 50 тысяч нейронов, и ветвление их дендритов и аксонов наследуется. Но там 50 тысяч нейронов, это можно генетически детерминировать. Человеческий мозг генетически детерминировать невозможно. У нас всего с вами 24 тысячи генов, это ни о чем, учитывая 150 миллиардов нейронов, поэтому в развитии человека работают морфогенетические механизмы, такие же точно, как при мышлении, когда образуют синапс, только они посложнее. Ну там модель тюринга, диффузия активатора ингибитора, просто в котором эти два компонента разного физического происхождения. Но это отдельный разговор, если позовете, я вам про эмбриональное развитие расскажу, как это происходит. На самом деле вот это метаболическое ограничение, оно проблематично. проблема в том, что он ограничивает наши возможности. До каких, до какой степени? Представим себе, что вы задумались. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Тогда у вас потребление всех энергетических ресурсов организма мозгом, который весит одну пятидесятую от массы тела, достигнет 24%. Долго можно, так нет. Через пару недель наступает чудовищное истощение нервное. Раньше это вообще лечили полгода на курортах. То есть напряжение интеллектуальное очень дорого стоит. Мозг не может так быстро работать. Причем работая, он при этом сам себя убивает. Почему? Потому что внутри нейронов накапливаются невыводимые продукты распада, и поэтому вы решаете, как поступить. Интенсивно подумать, интенсивно подумать, потом пораньше впасть в маразм. Или так постепенно использовать свои собственные мозги, но маразм тогда отложить на некоторое время. Так вот, метаболические проблемы связаны с тем, что вода и электролита у нас проходят напрямую, кислород проходит напрямую, а вот белки, жиры, углеводы, они переносятся телами глиальных клеток, о которых я говорил. И в результате что происходит? Это и есть тормозной процесс. Понимаете, если вы задумались до того, что у вас 24% потребления мозгом всех энергий, то значит, зайдя в туалет, вы можете полюбоваться вниз, вот 25% от этого это от мозга. Это продукты распада, которые мозг выбрасывает через глиальные клетки назад. И они выводятся из вашего организма. То есть, долго работать он не может. поэтому существует масса механизмов, которые тормозят интеллектуальную деятельность. Вы все знаете, что думать вредно и не хочется. Как вы начинаете думать, что хочется сразу пойти? Пойти поиграть в волейбол, баскетгол, помочь маме, даже посуду помыть некоторые пытаются. Или постирать чего-нибудь. Это для девочек развлечение. Почему? Да потому что стирать-то в два с половиной раза дешевле, чем думать. Поэтому сразу у вас начинаются проблемы с дефекацией. Хочется есть, писать, какать, спать и вообще всего на свете. Потому что мозг борется с страшной силой с вашими интеллектуальными нагрузками. И отсюда огромные проблемы. Дело в том, что снижение потребления энергии вашим мозгом поддерживается замечательными веществами. Особенно у молодых людей. Вот я здесь вижу, здесь даже есть парочка сладеньких каннабиоидами, опиоидами. Индогенами, которые образуются внутри мозга. Вы разбрасываете на один процент потребление энергии, и вам тут же это внутривенно. Мозг сами нейроны вырабатывают для поддержки экономии энергии. Это эволюционный процесс, отработанный. Они вырабатывают очень полезные вещества. У молодых людей и каннабиоиды, и опиоиды эндогенные, а у взрослых только каннабиоиды. Поэтому мы с вами вспоминаем, я к более взрослой аудитории обращаюсь, в детство как очень светлый период. Яркий, красивый, ну, конечно, два наркотика. Конечно, яркий и красивый. Поэтому имейте в виду, что мозг интеллектуальной нагрузки сопротивляется невероятно, потому что метаболически он ограничен, и ничего с этим сделать нельзя. Нужно всю жизнь учиться преодолевать такие штучки. А разница, если жизнь, так сказать, закончилась, как вот здесь, на левой стороне, здесь в данном случае сосудистая система профессора математики санкт-петербургских высших женских курсов Некрасова, а наверху санкт-петербургского извозчика, который злоупотреблял, как вы понимаете, как все извозчики. Посмотрите разницу сосудистых систем. Понятно, что Некрасов обладал не только свежей ясной памятью, но и большими сексуальными достоинствами, а извозчик был мало того, что туповатым импотентом, он еще и соображал очень плохо. Так что решайте, думать головой или имитировать, воруя чужие мысли, знания и, так сказать, результаты. Поэтому полезно думать. И при этом здесь как раз на этой картинке показано, как это происходит. Вот сосуд с белыми дырочками, то бишь эритроцитами, это то, что у нас работает в норме. Когда вы не думаете и все хорошо, и у вас эндогенные опиоиды и канабиоиды попадают в мозг. Но если вы задумались, то включаются еще четыре. И именно здесь сидит еще один принципиальный момент различия мозга и компьютера. Мозг начинает кровоснабжаться дифференциально. Если вы думаете, что вы будете скакать с палками, то есть в теннис играть, в луна, и у вас мозг будет кровоснабжаться, не обманывайте себя. Это вранье. Будет только вот эта область кровоснабжаться, потому что весь мозг кровоснабжаться так не может. И поэтому существует специальный механизм. Открываются вот эти вот пять капилляров и снабжается моторная область. А если вы перестали с палками скакать, стали вглядываться во что-то, ну, например, в подозрении, что вам дали 100-долларовую фальшивую купюру, и у вас мозг закипел, так вот в этот момент зрительные области также начинают кровоснабжаться, зато остальные лишаются этих преимуществ. То есть мозг еще обладает дифференциальной способностью изменять свой метаболизм, что тоже, в общем, полезно знать. Таким образом, если подводить итог моего краткой лекции, то, значит, сами процессы, которые сейчас распространены в компьютерных технологиях, о которых я рассказываю, значит, они хорошо воспринимаются и хорошо, и сильно любимы человечеством, потому что они выполняют несколько важных биологических процессов. Ну, во-первых, это снижение биологических критерий в созревании на кортекс и замена личностного опыта на инстинктивно-гормональный набор из готовых вариантов. Падает энергия, падает, наркотики идут, идут отлично. Значит, таким образом происходит массовое тупение. Хорошо это, отлично, для эволюции чудесно, потому что скорость искусственного отбора увеличивается. Айти-зомбирование иллюзиями знаний, специфических доступностей этих знаний тоже, значит, замечательно, потому что позволяет снизить энергетические расходы и оставить тех, кто, значит, идет на поводу таких событий, дураками. Просто и удобно. Поэтому айти-технологии, они цифровизация, вызывают примитивизацию, а не усложнение работы мозга. Ну и дальше накопление, разделение физиологических и интеллектуальных функций. Тоже совершенно понятно. Значит, дело в том, что человеческий мозг устроен так, что лишнего, как вы понимаете, работать не будет. Ну и поэтому все, что вызывает энергетическую дискредитацию расходов, отлично. Пример, ну кто сейчас на ассемблере пишет, Ну, даже носи мало. Питон, однако. Это что? Это понижение энергетических расходов мозга, которое благословляется очень хорошо нашей нервной системой. Ну вот, в результате чего достигается методом цифровизационных процессов? Увеличение репродуктивных способностей, снижение интеллектуальной нагрузки, то есть потребление энергии. То есть это те самые биологические процессы, которым человечество истремилось последние несколько тысяч лет. У меня всегда задают вопрос, можно ли создать нейристер? Да, можно, но из-за того, что я сегодня рассказал, как вы понимаете, он должен обладать связями с другими нейристерами, разрывать и создавать новые связи, причем случайным образом, что очень важно. Он может не только посылать сигналы, как это очень сейчас модно в этих нейросетях, а тормозить и обрезать. Это постепенно доходит. 20 лет об этом рассказываю, даже до самых бестолковых уже стало доходить. но дальше он должен уметь воспринимать и суммировать сигналы обязательно, обладать собственной памятью, потому что нейроны обладают собственной памятью, но она не химическая. Она заключена в этих самых синапсах, по которым гоняется сигнал, в том числе от синапса к телу и назад. Ну и самое главное, вся эта система должна уметь умирать, самоуничтожаться при решении проблем. мозг так делает, кстати говоря, и часто специально. Или блокирует работу, или даже, так сказать, уничтожает часть себя. Это да, есть. Ну и я уж не говорю про сигналы противоположного значения, и самое главное, подчиняться основной тенденции нейронального программирования всего мозга. Ну и самое главное, я немного занимался этим, значит, что надо делать для того, чтобы создать не искусственный интеллект, хотя бы искусственного, даже не таракана, червя. Он должен уметь делать то, чего сейчас не может делать ни одна система. Он должен иметь целеполагание, не связанное с конкретной задачей. Программирование цели делает бессмысленным любую конструкцию. Это можно не обсуждать. И дальше он должен получать градиентное удовольствие. То есть, что значит, не достигнув результата, он должен получать удовольствие. Попробуйте это запрограммировать. Очень интересно будет. Ну и менять энергопотребление в зависимости от нагрузки. И уметь жертвовать энергией структуры во имя цельнополагания. Вот тогда будет зверек. Но сразу же неизбежные последствия. Он будет бесконтрольным. Плевать ему на вашу программу. Его выпустишь, не поймаешь. Я неоднократно говорил, у меня есть на сайте издательства Веди такая большая дискуссия с известным программистом Лопатином. Где мы обсуждали эти вещи. Нет, это надо строить, моделировать. на бумажке не вычислишь, не запрограммируешь. Ну и дальше искусственный интеллект это решение чужих задач, а не ваших. ни одно существо с таким набором свойств вашей программой решать не будет. Она будет решать свои. И тогда вы его не поймаете. То есть там уж управлять сложнее, придется нанимать опять человека, кто его придумал, чтобы он придумал, как его поймать. На этом позвольте закончить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok